В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Во Дворце культуры города Видное состоялся праздничный вечер, посвященный юбилею учреждения. С днем рождения, дворец! С днем рождения коллективы, которые рождались и продолжают рождаться в стенах этого замечательного дворца. В детском оздоровительном центре «Дельфин» поселка Развилка прошло первенство по плаванию на кубок Евгения Рылова. Сюда попадают ребята уже, которые заточены стать чемпионами. Школа шахмат «Стратегия» организовала новогодний турнир. Самое основное, что шахматы дают детям, это учиться думать со стороны. Во Дворце культуры города Видное состоялся праздничный вечер, посвященный юбилею учреждения. Во время мероприятия вспомнили историю ДК и показали современные таланты. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Один из символов города Видное, Дворец культуры, отметил свой юбилей. 65 лет учреждению исполнилось еще в прошлом году, но тогда из-за пандемии торжество пришлось отложить. За годы своего существования дворец менял название, но неизменно притягивал людей, влюбленных в свою профессию. Сюда либо с размаху влетаешь и понимаешь, что это твое, это твоя жизнь, твоя атмосфера, либо не задерживаешься, потому что ритм жизни абсолютно сумасшедший. Творчество, креатив окружают тебя даже во сне. Перемешалось абсолютно дом, работа, работа, дом, семья. Ирина Родителева руководит творческим коллективом последние несколько лет. Свой опыт и знания ей передала Лариса Гейлис, которая работала директором учреждения четверть века, а сейчас продолжает возглавлять Народный театр ТВИТ. Мы создали много коллективов, чтобы население нашего города могло во всех жанрах проявить себя. Перед входом в зрительный зал гостей встречали сотрудники Дворца культуры в необычных образах, чем создавали праздничную атмосферу. Я работаю здесь с лета, только закончила институт. Пришла сюда, поскольку живу всю жизнь в Видном, давно знаю с детства этот Дворец культуры. Нравится коллектив, интересная работа, постоянные мероприятия, праздники, движуха. Так что мне скучно не бывает. В этот вечер в зале было немало людей, посвятивших свою жизнь развитию культуры округа. В том числе в стенах Видновского ДК. Со сцены звучали поздравления от сотрудников администрации муниципалитета и приглашенных гостей. С днём рождения дворец! С днём рождения коллективы, которые рождались и продолжают рождаться в стенах этого замечательного дворца! С днём рождения всех педагогов, руководителей, которые за эти годы сопровождали развитие этого учреждения! Шесть лет назад состоялась реконструкция здания. Оно обзавелось просторными помещениями и современным оборудованием. Благодаря этому появилось много новых кружков и секций. Но есть старейшие и старейшие, безусловно, те коллективы, которые родились до самого Дома культуры. Это оркестр народных инструментов и хор россиянков, которые были созданы в 49-м году. И оркестр народных инструментов, и хор выступили на праздничном концерте наряду с молодыми коллективами. Публика всех принимала громкими аплодисментами. Мне нравится в нашем Доме культуры художественная самодеятельность вот такая. Помимо выступления артистов, сотрудников дворца культуры по случаю юбилея наградили почётными грамотами и подарками. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В детском оздоровительном центре «Дельфин» посёлка Развилка прошло первенство по плаванию на кубок Евгения Рылова. Соревнования проходят уже во второй раз. В этом году в них приняли участие 74 юных спортсмена. Подробнее о турнире олимпийского чемпиона в нашем следующем сюжете. В этом году требования к отбору участников кубки Евгения Рылова стали значительно жёстче. Допуск к соревнованиям по плаванию могли получить только спортсмены, имеющие не ниже первого юношеского разряда. Отбираются лучшие из лучших. То есть, чтобы ты отобрался, у тебя должно быть минимум первый юношеский разряд. Поэтому сюда попадают ребята уже, которые заточены стать чемпионами с 9 лет и 18 включительно. В бассейне детского оздоровительного центра «Дельфин» посёлка Развилка собрались 74 юных спортсмена. Участников первенства приветствовал двухкратный олимпийский чемпион Евгений Рылов. Талантливых в многом. Но многие талантливые начинают, перестают вообще что-то делать, когда у них что-то не получается. А у кого, в принципе, по жизни было тяжело или сложно сразу, то, как правило, могут достичь высоких уровней. Тут зависит от человека больше, а не от того, насколько он талантливый. Ну и ещё обстоятельств там внешних. Перед началом соревнований по плаванию ребятам пожелали удачи и сказали напутственные слова почётные гости. Это наши ребята, это не начали. Здесь сегодня в садах наших будущих игрок спортсменов, которые сегодня уже лучше, лучше, лучше здесь. Главное преимущество этого турнира в том, что юные спортсмены могут попробовать свои силы в разных стилях плавания. В три этапа проходит кубок. Первый этап – это спина и вольный. Второй этап будет брас и баттерфляй. И третий – комплекс, и уже будет лучший из лучших, получит кубок. Работа судьи заключается в правильности прохождения дистанции, в правильности поворотов. Но дети уже прошли большую подготовку. У них был довольно-таки жёсткий отбор. Здесь лучше из лучших принимать участие в этих соревнованиях, потому что это очень престижное соревнование кубок Олимпийского чемпионата. Артём Калайдов стал заниматься плаванием из-за проблем со спиной. Потом по-настоящему увлёкся этим видом спорта. В прошлом году воспитанник Центра «Дельфин» уже принимал участие в кубке и показал достойные результаты. Два первых места – это кроль спина, а брас, баттерфляй и комплекс – у меня вторые места. Мне не хватало техники. Сейчас у меня более-менее нормальная техника, но ещё есть куда работать. Участница соревнований Мария Князева заняла первое место на дистанции 50 метров на спине. Спортсменка признаётся, что довольна своим заплывом, но хотела бы улучшить время. Было не очень сложно. Я ожидала, если честно, лучшего результата от себя. Но я всё равно рада, что проводятся соревнования и уже очень долгое время. И я благодарна этому бассейну за проведение таких соревнований. Лучший результат у меня был в прошлом году на полтиннике. Я выпала из 29 секунд, и я стремлюсь повторить этот результат. Победители и призёры турнира получали свои награды из рук Евгения Рылова. И, возможно, среди юных участников первенства есть новые рекордсмены и чемпионы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кушелева. Виднет-ТВ. В Видном прошёл традиционный новогодний шахматный турнир. Вот уже третий год подряд школа «Стратегия» организует эти увлекательные соревнования. Наша съёмочная группа побывала на мероприятии. Е2-Е4. С этой, пожалуй, самой известной шахматной комбинацией начался новогодний турнир. Он прошёл в Видном в досуговом комплексе «Астроплаза» уже в третий раз. И сейчас за столы сели более 40 юных спортсменов, возраст которых от 5 до 14 лет. Самое основное, что шахматы дают детям, это учиться думать со стороны. Причём они учатся этому быстро, любые шахматисты. Что значит думать со стороны, это значит предугадывать, что хочет твой соперник. Это очень поможет в жизни. Ребята – воспитанники школы шахмат «Стратегия», которая и выступила организатором соревнований. На протяжении всего года они занимались два раза в неделю по специальной методике. Обучение у нас проходит в зависимости от возраста. Для начинающих детей в игровой форме обязательно, с применением мультфильмов шахматных, интерактива, игровых приёмов, чтобы детям не было скучно. Дальше мы передаём детей уже более сильным тренерам. Уже манера преподавания более строгая, более серьёзная. Мы уже готовим детей, так скажем, к соревнованиям, к получениям первых мест. Игры проходили параллельно. На столах таймеры, ограничивающие время обдумывания хода, а за соблюдением правил внимательно следит судья турнира. Юные шахматисты сосредоточены и очень серьёзны. Турнир проходит при полной тишине. Слышны только звуки нажимаемых клавиш. Это и спроста. Для победы в шахматах нужна полная концентрация внимания. Отвлекаться нельзя ни на одну секунду. Турнир этот рейтинговый, где результат вычисляется по итогам игр спортсменов друг с другом. Пока проходил окончательный подсчёт. Ребята рисовали, собирали пазлы, делали открытки. И, конечно, с нетерпением ждали результатов. И, наконец, заветный момент настал. Поздравляем вас, ребята. Вы большие молодцы. Шестилетняя Полина Колпакова занимается шахматами меньше года. И для неё это уже вторые серьёзные соревнования. И оба раза она становилась победительницей. Я очень довольна и рада своей фигурной игрой. Но я очень стремилась к первому месту. А вот лучший игрок в старшем возрастной категории Дмитрий Исаев, несмотря на свои 9 лет, шахматист уже опытный. Со своей манерой игры, кумиром Гарри Каспаровым и привычками. Мне больше нравятся белые. Почему? Потому что каждый раз, когда я играю на занятиях за белых, я почему-то выиграю. Детские победы – это, конечно, большая радость и для родителей. Вся семья пришла поддержать Злату Белякову, которая дебютировала на этом турнире и сразу успешно. Третье место. Это новогодний подарок для всей нашей семьи. Мы вообще очень рады, что она занимается шахматами. Во-первых, она усидчивее стала. И у нее какая-то логика появилась в мышлении. Потому что современные гаджеты, они картинки не дают размышлять ребенку. А здесь она как-то стала размышлять что-то даже по-взрослому. Вне зависимости от позиций в турнирах «Сетки» все юные шахматисты и их родители получили радость и заряд позитивных эмоций. Это значит четвертому новогоднему турниру «Быть». Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В рамках декады инвалидов во дворце спорта «Видное» состоялся фестиваль «Город жизни» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие проходит в муниципалитете уже в шестой раз. О наиболее ярких его моментах расскажет наш корреспондент Екатерина Борисова. Большой игровой зал Дворца спорта «Видное» поделен на три зоны – творческую, спортивную и концертно-интерактивную. В первой гости фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья «Горы жизни» могли преобразиться с помощью аквагрима, продемонстрировать свои таланты на выставке, а также поучаствовать в мастер-классах и интересных занятиях. Песочная терапия. Вот здесь мы в песочнице выстраиваем свои миры, а на этом световом планшете рисуем. Дети меньше болеют, когда играют в песок, потому что это такой природный материал, который очень хорошо расслабляет, он хороший релаксант. Во второй спортивной зоне гости фестиваля принимали участие в эстафетах, мастер-классах и играли в настольные игры. В холле Дворца спорта тоже было чем заняться. Родители и их особенные дети могли проконсультироваться с педагогами, работающими с аутизмом и задержкой речевого развития. Мы хотим показать, что видно, что это инклюзивный город здесь. Каждый ребенок с особенностями может найти свое место в спорте, в творчестве. Также у нас есть зона для родителей, которые могут познакомиться со специалистами по коммуникациям, по психологической поддержке и найти помощь. Но, конечно, самое главное действие развернулось на импровизированной сцене, ведь артистами стали сами же гости праздника. Мы хотим привлечь мам, чтобы они посмотрели на нас. Не надо сидеть дома, не надо зацикливаться на своих проблемах. Нужно выходить, нужно развлекаться, показывать себя, что мы такие активные. Жизнь продолжается весело, энергично, задорно. Фестиваль «Город жизни» проходит в Ленинском городском округе в шестой раз и уже стал доброй традицией. Детям надо общаться все-таки с такими же детьми, потому что мало где общаемся. Но в живое общение все равно нужно. Не всегда есть где собраться, поиграть, порисовать, может быть. Дома-то это одно, а на таких мероприятиях это полезно. Все такое яркое, все такое блестящее. Оттуда обожаю бегать, прыгать, заниматься. И мы еще там канаты перетягивали. Инициатором и организатором мероприятия традиционно выступает администрация Ленинского городского округа в сотрудничестве с муниципальными учреждениями, коммерческими и общественными объединениями. Сегодня буквально все те мероприятия, которые где-то, когда-то проводились, сегодня сконцентрированы в одном месте. Но это, конечно, разовый как так. Но мы понимаем, что вне сегодняшнего мероприятия жизнь тоже есть. И она, конечно, должна быть полноценной. И вот это наша задача. Словом, все гости фестиваля получили массу положительных эмоций, а также памятные подарки. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok